так здрасте дорогие мои сегодня у нас 20 октября значит хочу поблагодарить олега ивановича олега иванович вместе с по два раза постоянно оказывает поддержку канала помощь моему каналу мне вам спасибо дорогой дай бог здоровья счастья и благополучия семьи с близкими значит сегодня увидите пасмурно туманно конкретно а значит сегодня большая влажность тоже осмотрим влажность воздуха волгограде влажность воздуха в волгограде составляет сейчас 89 90 процентов влажности значит влажную сырую погоду дорогие мои голубям я даю даю йоги но можно самому приготовить можно купить человеческом аптеке называется синий йод йод и но один миллилитр на литр воды когда мы вещаем сначала она становится такой до темного цвета синего падет ну тебе это не надо тебе это не надо же а потом она становится светлым это дается также и курям и другой пернатой птицы в нем находится йод сахар лимонная кислота и крахмал все натуральные продукты то есть ничего страшного днем не находится можете смело пропоить но желательно это делать влажную погоду при перепадах погоды когда резко тепло холод тепло холод потом голуби начинают чихать тогда даем на чесночную настройку то есть каждый вот этот совет который я уже годами показывал это за да и на и сил для чего-то чему-то она помогает помогает поэтому не поленитесь не поленитесь сделайте для меня для минералки да там кормушка значит почитаем комментарии и на что это да там давать ответу там да но вначале вчера мне как раз леночки кинула ролик сейчас покажу вам ну это вот асд фракция 2 вот дядька мы все убрали уже голубяки обработаны все опилки убрали стены все гнезда все убрали тут пока поставил одну такую жердочку по этой стене у нас будут гнезда обратите внимание на этого голубя теперь внимательно смотрите на этого голуба он активный он варковал только что дрался и видишь шею как гнёт вот видите вот она шея гнёт это больной голубь то есть ну как у нас очень мудрые голубятники говорят пожизненные у них этот скажи иммунитет от вертячки да у них пожизненный иммунитет они болеть больше не будут это голуби которые переболели переболели и не сдохли остались живыми то есть момент болезни у них иммунитет было настолько четко в общем да то есть у самых четких вообще не цепляет но у них так было четко что они самостоятельно вышли из этого ситуация но последствия остались точно так же люди которые там хвалят вакцину практически этому приводит вакцина то есть вам кажется что ваша птица здоровая на самом деле это птица вот такая но если этому голуби больше не надо ничего давать да то есть ни одна вакцина уже его не возьмет то ваших голубей дорогие мои если там три четыре месяца полгода не делать вакцинацию они сдохли понимаете то есть по качеству по качеству вот этот больной голубь он намного меньше больнее чем вакцинированная птица ну теперь подумайте стоит ли вам этим заниматься или стоит просто сделать естественно отбор гонять голубей и пусть яшка делает выбор кого взять кого не взять кто вам нужен кто вам не нужен понимаете ведь очень многие же мы часто самостоятельно не понимаем да кстати вот это челем станет это от лобик челя вот это из пескунов которые я для александра подготавливал вот видите начал менять уже челем становится уже был весь черный видите уже с груди начинает бедеть через полгода будет такой челем так они меняются то есть то есть если мы правильно можем содержать нам не грозит ни одна болезнь дорогие мои 8 лет я каждый день показываю и каждый год я говорю да там к первый год говорю хотя бы пусть там полгода кто-то покажет свою птицу хотя бы там год покажет вот так вот сейчас никто этого вам не покажет вакцинированных птицах будут рассказывать точно так же будут рассказывать что это как эти да там к как десяти часовые голуби ну а если по факту поймаете ну как вот эти догорать 10 часов приходишь они даже да вот они вчера хорошо летали вот сегодня не пошли то же самое когда у голубятников после вакцинации птица падает что они говорят да вот вакцина была плохая да вот надо было это делать надо было сначала жопу поцеловать потом клюв поцеловать после этого только пока пай надо было стать на колени перед ним извинения попросить после этого у кого сделать то есть я не глупость будут говорить только не вакцина у меня ну помните друг мой давид но грузинский еврей буквально день рождения супруги у меня было сидели там чуть ли не до утра он со своей супругой и после этого он пошел сделал себя пример а за столом когда сидели я бы ты чё дебил что ли да он говорит там жириновский восемь раз делал и чё дорогие мои его хватило человеку всего-навсего неделю жизни где-то килограмм сто пятьдесят весом но сами понимаете сто пятьдесят килограмм веса насколько бы не был здоровым человек но все равно вы понимаете это не 50 килограмм конечно же он был намного менее продвижны чем остальные естественно что-то у него было в организме да и вот что-то привело но получилось так что у меня не стало другом у детей не стало отца у жены не стало мужа да там у матери не стало сыну ничего хорошего понимаете вот приведу так чтобы вы поняли да то ведь мы же не понимаем когда голубям делаем сколько скольких мы оставляем сиротыми то и другое сейчас начнем читать комментарии кстати на днях я если помните вспомнил что кто-то писал это да эти комментарии но он с гугла да там да вот вот этот человек на физаном как бы это да ни с кем не кусался и вот так и не заблокировал нет да это пока голуби будут дорогим товаром ничего не изменится лучшую сторону согласен согласен не то что дорогим товаром а пока мы из голубей делаем товар товар ничем хорошим это не будет ну и голуби это же не товар это святая с этим тобой согласен на стол значит александр когда инвалид зоопарке это подходит клетки льва он кидается а пока его не было мог спокойно стояли возле он лежал вот такой момент я наблюдал сам лев сразу почуял больного ну да есть точно так же точно так же дорогие мои когда многие вот приведу другой пример многие заходят чужому там ну знакомому другу тому другому домой не знают что у него во дворе вот такая линда там привязаны или как-то да там он просто абсолютно не знает и не замечая проходит мимо собаки это собака не кидается на этого человека ну многих из вас наверно было не заметил собаку мимо него прошел короче и все и все собака даже не среагировал на тебя зашел до выходишь как только увидел эту собаку да и только вот собака кидается на тебя почему а потому что срабатывать у человека адреналина от страха а этот запах и тут же кидается на вас не из-за того что он хочет кидаться на вас нет вы сами вызывайте его точно так же когда хищник атакует на голубей тот голубь которому сдали нервы и он пошел вниз или это все хищники его берут почему-то многие говорят он берет одиночных голубей нет он не берет одиночных голубей он берет боздунов которые это да там от испуга удрали от всех у него ловит и кушает понимаете кстати леночки молодец вот способная девочка видите буквально вытянула и сейчас и похоже приехал помогает доброго утра гагик в ног молодец голубей деду помогает гонять мой тоже помогает гонять вам здоровья вашим близким миром мир голубам неба нового это кайф то есть мне не надо тебя рассказывать что за кайф когда внук делает этого так и книги бежит я думал только я разбираюсь голубях и специалист по рыбкам ну а если серьезно любой профессор знает что рыбки воду добавляет из камня это научно доказанный факт но есть такое дело лучше дать минералку понимаете вот минералка же добыта из горных мест там как раз из камней надо минералку давать это и все лучше так тут семен пишет доброе утро дядя гагик я вот наоборот сам жду когда яшка станет по активной как яша ведет тренировки над моим голубями просто загляденье нужно просто гонять голубей по чаше яша вам будет личным друг лучшим другом еще и врачом будет они врагом природа нам помогает а мы это не ценим меру мир голубям небо золотые слова золотые адекватные слова понимаете очень адекватный очень умные слова но для того чтобы этого понимать дорогие не рассказывать огонь вот как только начнется постоянно сделать естественно отбор тогда вы поймете все вот это александр пишет гагик здравствуй держу такую птицу как и у вас только чубатую я имею ввиду полет гоняя с третьего класса поменял место жительства голуби вывелись уже на новом месте жительства как только пять часов начинают летать хотя некоторым голубями год и этот погода ясно покрывается на глазах больше не садятся так по пять штук один раз двадцать штук не села голубям по два года когда голуби голуби скрещиваются скрещиваются в одной крови да они вам будут показывать в это да долгий полет они могут вам дать мастевых птицов понимать это очень легкий вариант получить тот результат который вы хотите понимаете когда вы допустим берете двух печатных шеек и поруете да но не обязательно что они дадут вам печатных шеек они могут вам даже шеек не давать ну а когда вы берете брат сестру или мать с сыном или дед с внучкой там это да родственные этих голубей в одной крови двух печатных шеек поруть они обязательно вам дают печатных шеек но к великому сожалению они не только вот этот масть закрепляют они еще и закрепляют мозги закрепляют болезни все то есть ничем хорошим это не заканчивается то есть получить долголетную птицу что голуби долго летали проблем никакого нету понимаете никакого нету ну вот получить голуби который будет постоянно два часа летать и не пропадать это большая проблема понимаете что вот пусть этот голубь час летит постоянно но не пропадает ни в одну погоду вот такую проблема получить а получить чтобы сегодня голубь 10 часов отлетал а завтра пропал нет никаких проблем понимаете имбридинг вам помощь понимаете закон менделя кренделя хорошим это да и вот ну буквально вот эти до тренировки вот я там сколько 6-7 роликов скинул как я начинаю тренировать пешалок да там даже вот этот бакинский голуби ли кто-то там писал зачем это делать что делать так делать понимаете там да еще и конце сказал что глупых вопросов не бывает бывает глупые ответы понимаете я ведь показывал пешалок я вывез выпустил они уже начали долетать сначала они кое-как долетели до дома до оттуда когда выпускал оттуда потом уже с метров 500 они прилетали домой начали над домом летать а когда я их уже с километра выпустил ну ролик с буквально несколько дней тому назад я скину они прилетели над домом потом опять ушли побежку начали территорию изучать понимаете вот это не имбридинговая птица тут работает четкие гены вот добиваться надо так то есть если хочешь что твоя птица пачками не пропала во первых во первых нужно убирать всех родственники это родственных паровок то есть если семь поколений совпадает крови тем поколений совпадает крови то нельзя то есть до семи поколений нельзя после 7 можете уже спаровать но минимум всем поколений у них не должно быть смещение крови мы проверяйте пешалок если они вам показывают побежку то есть даже вот вывели на принудительно пришли не упали а начали это с этой птицей у вас проблем не будет вы его не потеряете но если даже выехали выпустили они прилетели и упали но ничего хорошего нету вы обязательно потеряете это уже проверено там десятилетиями даже мною поэтому поэтому как бы вот так как их здравствуй по поводу выклёвывания пили да по поводу выклёвывания пили в угол убят надо наблюдать если голуби выклёвывать пили и наседают то это большая вероятность нехватки сера да кстати сера ну ладно сейчас этот если просто выклёвывает то возможно это признак это да каннибализма но а про рыбок могу сказать точно если им не давать пить это знаю по своему опыту мир голубям небо да кстати миша клубе это да там аквариумиста он тоже четко знает что вот обязательно надо давать короче но я говорю поскольку я в горных местах нужно минеральную воду давать это лучше там джермук там боржом и вот такие воду он самый лучший да значит по поводу серы значит ну кто по моим советам смотрит ролики вот минералка который я каждый божий день даю в этом минералке находится все в этом минералке находится и глина то есть красный кирпич то что люди раньше долбили красный кирпич давали я этот кирпич даю уже сыровень за кирпича красный делаете из чего из красной глины глина мел серая кормовая сера специально для птиц для животных продается ну и вот это да как бы я в этот раз про серу забыл говорить ну в общем то есть ну почему забыл говорить потому что она постоянно в рационе у них еда и зелень нужно обязательно давать и в зелени очень много веществ которые необходимы голубей значит еще раз смотрите есть просто перри выщипывает то есть вот когда на песку на смотрите он просто лысый это вот нехватка а есть просто разбивает башку напрочь убивает птица это каннибализм то есть это вот это да вот как жидкий помет вот есть помет жидкий да там но это может быть от этого от этих от витаминов от сыворотки от масел от рыбины жира того другого да но там как вода идет а есть жидкий помет как вот слизистый когда вот сморкаемся мы ты уже больной по ним по меда обе вроде одинаково до жидкий помет прозрачные но один как слизистый как вот как сморкаемся 2 как вода как писем это разные вещи так ну поставим сканируется чуть миру миру покажем думаю достаточно долго сканируется чтобы они погибли на тебя и насранцев хорош вкусно хотят они кушать такую погоду как птицы будет пассивно почему влажность большой перри начнут сыреть небе и естественно понимаете им будет тяжело скажем так что значит перри начнет сыреть вы хороший плавец плавайте хорошо то вы прыгнули бассейна плавки то вы прыгнули бассейн в одежде одежду вас становится тяжелым намокает на вас и вам тяжело плавать просто на просто когда вы устанете когда вы раньше устанете плавать в одежде или плавки попробуйте найти вот на этот вопрос ответ если вы если вы в одежде быстрее устанете значит сырую погоду влажную погоду птицы меньше будет ли так дорогие мои меньше будет летать а в солнечную погоду лучше будет летать дольше будет ли то но тут есть еще и другую тут есть еще и другой солнечная погода что-то задикарили Солнечная погода и жара, это разные вещи Одно дело, солнечная погода, температура воздуха там 20, 18, 25, до 30 градусов А другое дело, температура воздуха 30, 35, 40, 45, до 50 может доходить Но естественно, чем жарче, тем меньше будет летать Очень часто сам лично убедился, как рассказанные 10-часовые голуби Когда в жару приходишь, спросишь, поднимай, посмотрим сколько Они даже 3 минуты не в состоянии летать Не 3 часа, не 30 минут, а 3 минуты, понимаете? Поэтому, дорогие мои, у природы нет плохой погоды Каждая погода замечательная Ну, эти оторвутся уже, выйдут Каждая погода замечательная Каждая погода в своем роде что-то дает, понимаете? Что-то дает, дает им выжить в небе, понимаете? Выжить в небе, понимаете? Ну, вот у нас же охотник как? Охотник же не только там стрелять может или капкан ставит Он все должен знать, он звери должен находить Он топят, рыбак должен уметь заманивать рыбку Прикормку всякие, снасти топят То есть, на первый сгладь, кажется, все очень просто Купил хороших голубей Порезал Получил птенцов Их тоже порезал Получил опять птенцов Их тоже И убежденную Самой главной тут, самой главной Уверенную Уверенную Не стесняясь сказать, что они летают у вас 12 часов Вот так и будет Хорошие голуби Сильные голуби у вас Ну, а на самом деле Всегда запоминайте анекдот про реальность и виртуальность Реально мы имеем 100 долларов Это, да, виртуально мы имеем 300 долларов А реально имеем 100 долларов в руках Двух проституток и одного старого педика Мир умер, голубям небо, здраво, здравомыслящим